Четвертый вид рыбы за сегодня толстолобик. Маленький, дружище, но по-честному попался. Натянул за рот. Привет, друзья. Сегодня у нас 17 мая 2020 года. Я снова на переливе. Приехал я сюда для того, чтобы половить немножко на водоросли белого амура плотву и там другую рыбу, которая попадется. Ну и вам показать более подробно снасть, на которую я ловлю. Вот мне много вопросов задают, особенно в личных сообщениях в контакте. Какая же у тебя непосредственно снасть? Покажи, прям вот какие крючки, какие грузила, какой поплавок, какая удочка и катушка. Показываю. Вот крючок, вот грузила. Три дробинки. Таким образом, чтобы огружать не полностью поплавок весом полтора грамма. Расстояние от дробинки до поплавка 15-20-30 сантиметров в зависимости от того, в каком месте я ловлю. Глубоко заглубляться не надо, потому что трава, которую несет здесь с перелива вниз, она плывет поверху. Максимум я делаю полметра. Дальше. Поплавок сегодня у меня полутораграммовый. На самом деле, немножко маловато. Нужно здесь около трех грамм ставить поплавок и не полностью его догружать. То есть, таким образом, чтобы он вот так примерно торчал из воды. Почему? Потому что течение очень сильное. А поклевки и платвы, и, короче, белого амура, они такие сильные, что утопят, блин, и трехграммовый, и пятиграммовый, наверное, поплавок. Так, дальше. Катушка, которая у меня сейчас вот здесь находится на удочке. Риоби Арктика, двухтысячник. На самом деле, эта катушка у меня со спиннинга, да, но я ее сейчас сегодня вот с успехом использую, и все у меня прекрасно получается. Леска намотана 0,2 миллиметра. Не помню уже какая, но хорошая прочная леска. Покупала ее не за дешевые деньги и в хорошем магазине. Удочка. Удочка фирмы Red Fox. Обычная баллонская удочка. Пятиметровая, карбоновая. Вот такие на ней находятся надписи. Не знаю, видно вам или нет. Удочка очень приятная. В руках ее держать замечательно. Ну, короче, классно вообще. Я на нее ловлю с превеликим удовольствием. Казалось бы, что она такая легкая и как бы тонкая и ни на что не пригодная, кроме ловить как уклейку, платву этих маленьких белых амурчиков. А я вам так скажу, что я на нее здесь на переливе в прошлом году вытащил карпа на 2400 на перелив и наверх на перелив. Ну, то есть, взяли его, конечно, с очком в воде, но вытащил я его. Ну, и о сегодняшней рыбалке давайте расскажу. Сегодня я приехал сюда около, наверное, 16 часов. Сейчас уже время 19. Вот. Ловлю я тут с успехом белого амурчика небольшого размера. Самый, блин, первый. Точнее, не первый, а второй амурчик был самый, наверное, крупный. Такой грамм может быть 200. Остальная все мелочь. Первый амурчик готов. Ну, на самом деле, он, конечно, второй, но того не считаем. Тот был совсем маленький. Шикарная рыбка. Шикарная, шикарная. Плыви на эту сторону. Ух ты ж, не хочет. Давай, давай. Давай, дружище. Вот он встал. Встал, спрятался, ушел. Шикарные амурчики. Клюют они здорово. Ловить их интересно. Ну, и еще один амурчик попался. Они как на подбор здесь. Плотва тоже клюет, но клюет она по центру перелива. Снова попалась плотва. Крючки у меня, конечно, совсем не для нее сегодня. Хотел я ловить белого амура. Крючки поставил побольше. Но оно все равно попадается. Плотва хреначит. Просто только в путь, короче. Не успеваешь запускать. Трех подряд поймал сейчас. И плотва такая хорошего размера. И плыла. Хороший плотва. Я несколько штук поймал, сходил. Вот так, ради проверить. Ну, у меня цели сегодня ее ловить нет. У меня цель поймать белого амура более-менее хорошего размера. Но что-то я никак не могу ее поймать. Цель хотя бы полкило. Ну, а, как бы, хотелось бы побольше килограмма. Амуров таких, такого размера, я здесь ловил неоднократно. И на полтора, и на два. И в прошлом году рекорд был около пяти килограмм у меня был белый амур. Но вышел я, конечно, не на такую удочку. Удочку у меня была дубовая. Вот я хочу сейчас на такую удочку поймать и вытащить, короче, большую рыбу. Погодные условия сегодня у нас с утра было пасмурно. Сейчас у нас светит солнышко. Распогодилось около 15 градусов. Никакого ни дождя, ни сильного ветра, ничего нет. Погода прекрасная, замечательная. Впечатления от рыбалки самые лучшие. Рыбачить так очень здорово. Почему? Потому что ничего не требует от рыбалки. Никакой ни подготовки, ни снастей там каких-то супер-пупер. Можно на обычной ловить, с самой совершенно обычной удочкой. С самым совершенно обычным поплавком. Насадки никакой не надо, прикормки никакой не надо. То есть я здесь пришел, из-под ног зачерпнул себе тины этой, травы, водоросли. Намотал их на крючок, забросил и тут же ловлю. Мне не нужны никакие тут, я не знаю, просто даже тащить с собой эти два килограмма там прикормки. Ну как бы не нужно мне. У меня в руках только удочки и все. Вот моя насадка. Вот так я ее насаживаю на крючок. Просто беру, наверчиваю каким-нибудь, таким угодным способом. Так, чтобы она просто болталась. Вот. И вот прямо на такой пучок ловлю. Попробую глубину сделать вообще 15 сантиметров. Продолжение следует... Вот такая рыба Клюет на зеленку Красавчик Тарпик тоже не остался в стороне От этой вкусной травы Попался с удовольствием Ну и друзья, наверное, я с вами на этом попрощаюсь Всем пока!